26 мая состоялась рабочая поездка председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области в Тихвин. Алексей Бритсун вместе с главой администрации Тихвинского района Верой Пастуховой посетили предпринимателей и людей нашего района с ограничениями по здоровью, которым служба занятости населения помогла реализовать проект «Займись делом». Проект направлен на помощь для начинающих бизнесменов. Один из них – Павел Краснолобов. Он открыл станцию кузовного ремонта с покрасочным оборудованием. Благодаря хорошему качеству оборудования у мастерской Павла почти нет конкурентов. Проект реализован при финансовой поддержке службы занятости населения и администрации района. В Тихвине есть и местная программа для помощи молодым предпринимателям. Предприниматель подает свой бизнес-план. У нас есть свой ленинг. Если они защищают, то проходит прежде всего. Если у человека нет даже профессии, то у нас есть бизнес-центр, где происходит обучение. После этого он представляет свой бизнес-план, защищает его и может получить поддержку. А вот Анатолий Селиванов, как предприниматель, создал рабочее место для инвалида. На его оборудование выделяется до 500 тысяч рублей. Сейчас на месте разнорабочего трудится Нина Буткина. Вот потом устроилась, нашла через биржу Анатолия Алексеевича. И вот через биржу устроилась к нему. Ну, не сложно вам? Нет, он меня сильно не загружает работой, потому что он знает, что я инвалид. И мне нравится. Благодаря программе по созданию рабочих мест для инвалидов на работу устроился и Андрей Воронов. Мужчина три года назад потерял ногу. Но это не мешает ему работать мойщиком автомобилей. Председатель комитета по труду и занятости населения устраивает рабочие поездки по всей Ленинградской области. Алексей Брецун рассказал, насколько успешно реализовываются данные программы. За прошлый год у нас, если взять проект «Займись делом», порядка 260 человек при помощи службы занятости оформили свои отношения с государством. Мы стали полноправными членами этого бизнес-сообщества. И что касается трудоустройства инвалидов, если взять общую цифру, у нас 700 инвалидов получили работу за прошлый год. А предприниматели, которые взяли на работу инвалидов, 100 предпринимателей получили меру поддержки в виде компенсации части затрат на создание этого рабочего места для инвалидов. Также Алексей Брецун отметил, что необходимо получать обратную связь от предпринимателей, их отзывы для того, чтобы совершенствовать программы.